Теперь я хочу еще углубить изучение влияния года выпуска фильма на его популярность. Я предполагаю, что остальные три икса, рейтинг критиков, количество рецензий, количество номинаций могут зависеть от того, в каком году был выпущен фильм. Эта гипотеза возникла у меня после того, как я построил графики зависимости Y от этих трех иксов в разрезе года выпуска. Рейтинг критиков отрицательно влияет на количество оценок, выставленных пользователями на сайте АМДБ, но наклон прямой разный для разных годов выпуска фильмов. Самая круто уходящая вниз прямая соответствует фильмам, вышедшим в 2010 году. А, допустим, фильмы, вышедшие в 2013 году, демонстрируют гораздо более пологую прямую линию. Разные прямые оказываются и для количества рецензий критиков. Правда, здесь амплитуда вариации гораздо меньше, то есть прямые лежат друг к другу гораздо ближе. Не удивляйтесь, что на конце прямые закругляются. Эта ошибка вызвана особенностями Excel. Он не умеет отражать масштаб различий между иксовыми категориями. На самом деле это именно прямые. Количество номинаций также по-разному влияет на Y для фильмов разных лет. Например, в 2008-2010 годах фильмы демонстрируют более ускоренную восходящую динамику зависимости, популярности от количества номинаций. Как отразить регрессионные модели? Такое влияние года на связь между остальными иксами Y. Для этого подходит процедура включения в регрессионную модель эффектов взаимодействия. Эффект взаимодействия — это перемножение каких-то двух или более переменных. Моя задача подразумевает перемножение года выпуска фильма на каждый из остальных трех иксов. Причем, поскольку я хочу детально рассмотреть влияние года выпуска фильма на связь между каждым иксом Y, я возьму снова не целую переменную год выпуска, а фиктивные переменные, соответствующие годам выпуска. В моей базе уже есть фиктивные переменные для годов выпуска. 11 фиктивных переменных. Теперь каждую из них надо умножить на остальные три икса. Начну с того, что умножу. Year 2007.0. Нам это скоро один. Поскольку речь идет о создании новой переменной, то использую опцию Transform Compute. Year 2007.0 умножить на мета-скор-один. Надо назвать новую переменную. Чтобы было удобно интерпретировать, я назову ее составным образом. Звездочку нельзя использовать в имени, а точку можно. Поэтому я поставлю точку. Такое имя подскажет мне в дальнейшем, что эта переменная содержит в себе перемножение Year 2007.0 на мета-скор-один. Появилась новая переменная. Еще 32 раза надо сделать то же самое. Я сделал это заранее. У меня уже есть эти переменные. 33 переменных, соответствующих эффект взаимодействия. Все они, а также фиктивные переменные, соответствующие году выпуска, вставлю в линейную регрессионную модель. Analyze Regression Linear. Количество пользователей, поставивших оценку, помещаю в качестве зависимой переменной. Фиктивные переменные, соответствующие году, за исключением базовой, то есть той, которая соответствует 2007 году. Помещаю в качестве X и помещаю все 33 эффекта взаимодействия. Важно, что эффекты взаимодействия — это уже неэффективные переменные, поэтому здесь не идет речь о базовом годе. Все 33 переменных, включая те, где участвуют в 2007 год, должны быть включены в модель. Это предварительный запуск, поэтому я не сохраняю остатки. Запускаю. Убираю лишнюю таблицу, которая не нужна для интерпретации. R квадрат 0,691. Он значим в генеральной совокупности, потому что меньше 0,05 сигнификанса. Но многие регрессионные коэффициенты незначимы, поэтому следует перестроить модель. Это не так просто. 43 икса. Некоторые из них незначимы. Придется, перезапуская модель, вручную убирать из модели те, которые незначимы. Это неудобно и долго, поэтому я это сделал при помощи синтакса. Как это сделать при помощи синтакса? Я рассмотрю в отдельном видео, чтобы не отвлекаться от основной темы. Это можно сделать и вручную, поэтому вам выбирать посмотреть дополнительное видео или вручную убрать лишние, то есть незначимые, ну допустим, восьмой год незначим. Значит, я должен в регрессионной модели найти его и убрать. И так далее. Находить незначимые, сверяясь с таблицей, и убирать. После исключения незначимых иксов останется 35 значимых иксов. R квадрат вырос. Как так получилось? Ведь раньше я говорил, что убирая иксым, мы приводим к уменьшению R квадрата. Дело в том, что здесь вмешивается влияние пропущенных значений. Регрессия работает только с теми фильмами, у которых нет ни одного пропущенного значения, ни по одной переменной. Если хотя бы по одной переменной есть пропущенные значения, то этот фильм не участвует в анализе. Поэтому исходно, имея 39 тысяч фильмов, в регрессионной модели участвовало только около 6 тысяч фильмов. Мы смягчаем условия для отбора фильмов для рабочей выборки. То есть выборка растет. И это хорошо. R квадрат может меняться в том числе и в сторону увеличения при изменении рабочей выборки. Так и произошло. Получается, что выросла рабочая выборка, что хорошо. Вырос R квадрат, дополнительно двойной бонус. R квадрат значим в генеральной совокупности на 95% на доверительном интервале. И значимы все регрессионные коэффициенты. Проверим их на мультикалинеарность. Следует запустить Analyze, Correlate, BeVariate. Количество пользователей, поставивших оценку. И все 35 иксов надо отобрать, сверяясь с таблицей. Это тоже можно сделать вручную, но долго и можно ошибиться. Поэтому я это тоже делаю при помощи синтекса. Это тоже будет в отдельном видео. Построил табличку с корреляциями. Она очень большая, но я сразу вижу, что здесь есть большие коэффициенты. Например, 0,952. Причем это корреляция не между эффективными переменными. Это корреляция между одной эффективной переменной и одним эффектом взаимодействия. Такой мультикалинеарностью нельзя пренебречь. Поэтому следует детальнее поанализировать эту таблицу. Я копирую ее. Вставляю в Excel. Здесь я пользуюсь фильтром и опцией условного форматирования. Беленькие ячейки содержат большие по модулю коэффициенты. Понятно, что по главной диагонали идут единицы, их можно не учитывать. Потому что это корреляция переменной на саму себя. А вот эти переменные, высокие коэффициенты корреляции, как раз и следует рассмотреть. Этот кусок и этот кусок, они симметричны, поэтому можно ограничиваться одной половиной. 2009 год коррелирует с эффектом взаимодействия 2009 же года на метаскор. С эффектом 2009 же года умножено на рейтинг критиков. Надо выбрать, какую из этих переменных оставить. С одной стороны, у эффектов взаимодействия сильнее корреляция с зависимой переменной, чем у 2009 года отдельно. С другой стороны, эта переменная еще коррелирует с количеством рецензий критиков в 2009 году. Вот эта корреляция. И здесь коэффициент с зависимой переменной 0.22. Итак, надо выбрать между этой переменной, этой переменной и этой переменной. Если я убираю год и нам критрю на этот год, у меня останется эта переменная с коэффициентом 0.12. Если я уберу наоборот вот эту переменную, я смогу оставить 2009 год сам по себе и 2009 год нам критрю, потому что они между собой не коррелируют сильно. В сумме больший коэффициент с зависимой переменной дадут как раз эти две переменные. 0.006 и 0.22. Это, конечно, больше в сумме, чем 0.12. Поэтому я уберу этот эффект взаимодействия и оставлю этот эффект взаимодействия и этот год. Такая нетривиальная задача. Решая ее, я уберу вот эти переменные. Тем самым я избавлюсь от мультиколлинеарности в модели. Заново перестраиваю регрессионную модель. После того, как я убрал, опять же, убрал синтаксом, потому что это гораздо быстрее, раз уж я начал работать в синтаксе, я могу показать код, как это выглядит. А в другом видео я объясню, как он строится. Вот код для регрессии, для корреляции, для итоговой как раз регрессии, где будет 30 иксов. Итоговый r2 получился 0.688. Он значим. Все иксы значимы. Осталось проверить эту модель с точки зрения технических критериев качества и проинтерпретировать.